Бастон Терьер Это индивидуально Кто-то хочет Во-первых, что такое питомник? Если питомник как у меня То мне гости нахрен не нужны Совершенно никакие Потому что устраивать зоопарк и цирки я не хочу Да это и опасно Во-вторых, опять же Любой питомник Это закрытая Территория Территория, да Какая-то достаточно закрытая организация У кого-то питомник в квартире Там две собаки Тоже питомник Только ты вряд ли познакомишься С собакой, находясь в квартире И вообще знакомиться надо, мне кажется, на выставках И в интернете Какой папа? Она еще только думает Когда-нибудь что-нибудь Понимаешь, это знакомство просто с породой Понимаешь? Ты как бы типа выбираешь породу А с породой? Конечно Для этого существуют выставки, конечно А не питомники Выставки, интернет существует для этого Читаем, знакомимся с конкретными собаками Интернет Кстати, в интернете можно и те же выставки монопородные посмотреть Особо, конечно, надо делиться на тысячу Все, что написано Потому что всякого бреда написано очень много Во-первых, надо начинать просто-напросто читать со стандарта Всегда А потом заканчивать всем остальным Чтобы можно было сравнивать уже, понимаете? В общем, на первом этапе Что мы рекомендуем? На первом этапе Почитать стандарт И почитать о породе На втором этапе Желательно сходить на выставку Посмотреть Видео, да, видео, фотографии Ну, как бы недостатки какие Чтобы не обманули и так далее Потом определиться Для каких целей нужна собака все-таки Для выставок или для души, как говорится Это тоже большое значение имеет Потом можно позвонить И поговорить с конкретными владельцами Кто продает уже щенков Просто о породе А потом, когда, допустим, вы выбрали Какой-то конкретный питомник Или конкретных вот щенков Вам нравятся щенки Узнать, когда будет помет И когда он появится уже Конкретно подъехать И конкретно поговорить уже О конкретных щенках А не так От безделья ради Приехать Принести инфекцию Возбудить собак Отнять чужое время И так далее Потому что, конечно, стоимость щенка Одно дело будет Идеальный щенок Какой действительно годится для шоу И для дальнейшего разведения Велик Собака, допустим Просто откликнут Который будет иметь отлично Тут разные цены Ну, конечно Я же не говорю про обратно Конечно Если ты хочешь Ну, там В основном такие люди Они, это, как правило Ни для какого Ни для шоу Если представление О породине То какое там шоу Сейчас покупатель Как правило На шоу Никакие не ходят Это Не, ну кто-то в разведении В разведении Заводчики уже покупают Так заводчики-то тоже Бывают Начинающие Зеленые Понимаю Они же тоже разные бывают Поэтому Зеленый заводчик А не заводчик Ну как Это заводчик Зеленый только Ну так Начинающий Ну вот, что мы можем ответить Потому что Такими вопросами Очень часто Им кажется Что это вот Питомик Это что такое Зоопарк Такой Приезжаешь И вот Ты на шоу Часачки бегают Понимаешь А Лазить Рассказывать Да Каждого щупать Надо Каждого трогать Вот Им кажется Что это вот так Оно должно выглядеть Нет Это должно выглядеть Не так И вообще Вот эта тенденция Дурацкая Тогда Представляется Что щенок должен Бросаться На Приезжего Ну это уже Тема Выбор щенка Это мы потом Я думаю Тоже на эту тему Поговорим Это как выбирать щенка Это тоже актуальная Такая тема С советских времен Мозг запудрен Просто Основательно У людей Особенно То есть Совка родом Те И те которые Овчарок Покупали Ну а Кого еще Было покупать В основном Начинались Овчары Там совершенно Другие требования Собаки Это служебная Собака И там И проверка Психи По-другому Происходит Чем Декоратив Так Сколько Пород Стук И поведенческих Вариантов Ну Умеется Вот Три щенка В помете Все три Разные Во-вторых Есть Ряд пород Которые Развиваются Совершенно По-другому Чем Ну ладно Мы эту тему В другом Эта тема У нас Посещение Питомника Как бы Стоит Не стоит Надо Или не надо И вообще Отношение К этому Вопрос Спасибо Вам Товарищ Заводчик И вам Товарищ Заводчик Спасибо До новых встреч В эфире Субтитры